Это Балканы, полуостров, на котором проживает множество разных народов, и к этому множеству прибавились еще и славяне, которые приперлись сюда в середине 6 века н.э. Предки будущих сербов выбрали себе территорию, вытеснили оттуда коренное население, к примеру, греков, кельтов, римлян и лирийцев, и стали там жить. Единого же государства у сербов на тот момент не было, и их народ был разделен между различными протогосударственными образованиями. Все они формально зависели от Византии, но эта их зависимость была слабой, потому что Константинополь был далеко, а в такую же пень каким-то славянам лезть никто не хотел, да и Византия была занята делами поважнее. Первое нормальное сербское государство появилось тогда, когда многие сербские племена объединились под властью первого жупана, то есть князя Вишеслава, образовав таким образом сербское княжество. Постепенно сербы стали принимать христианство, налаживать отношения и торговлю с соседними племенами, и просто развиваться. Но в 9 веке на княжество поперли тюркские племена булгар, которым сербы дали отпор под командованием князя власти мира. В последующие десятилетия сербское княжество неплохо так расширилось, правда находилась эта сербия не совсем в Сербии, но ладно. В конце 10 века она была завоевана болгарами, только на этот раз не тюрками, а славянами, которые взяли себе это тюркское название. Сербия оказалась в составе первого болгарского царства, но вскоре и это царство было завоевано Византией, а Сербия стала ее марионеткой. Но быть константинопольской пешкой не хотел сербский регион Дуклия, где было провозглашено независимое княжество, которое вскоре взяло под свой контроль и остальную часть Сербии. В 1077 году правитель Зетты был коронован королем Сербии, так что теперь это не княжество, а королевство. Просуществовало оно до смерти короля Константина Бадина, после чего Сербия оказалась раздробленной. Босния стала независимой, а остальные регионы вновь попали под Византию. Но ненадолго. Так как еще один сербский регион, Рашка, стал усиливаться. Да-да, та самая знаменитая Рашка, в которой постоянно случается что-то плохое. Усиление Рашки произошло благодаря верховному жупану Стефану Немани. Сначала он был послужным песиком Византии, но после смерти императора Мануила I Стефан развернул борьбу за независимость и объединение сербских земель. В результате нескольких военных походов ему все-таки удалось сделать Сербию независимой и присоединить некоторые земли. Сербское королевство все же получило признание от Византийской империи и сумело наладить торговлю и отношения с соседними государствами. Появился прекрасный момент для дальнейшего развития государства. Сербия стала стремительно развиваться во всех сферах. Окончательно закрепилась принадлежность Сербии византийско-православному миру. Католическое же влияние было практически устранено, а болгарские богомилы изгнаны из страны. Одновременно начался процесс византизации системы государственного управления. Был создан помпезный королевский двор по образцу Константинопольского. У сербов также была уникальная архитектура, ну и как вы поняли, она просто хорошо развивалась. В 1330 году в Вилдбургской битве сербские войска разгромили Болгарию и положили конец болгарской гегемонии на Балканах. Сразу после этого рулить Сербией стал Стефан Душин, который отправился всех нагибать. В итоге было образовано огромное сербо-греческое царство, либо же сербская империя. Но это государство просуществовало не так долго, а потому что Стефан Душин как бы не бессмертный. Поэтому мы знаем, что если умирает сильный лидер, то начинается раздробленность. Южные греческие территории царства вновь одашли к Византии, а Сербия раздробилась на мелкие независимые кусочки. Государства стали между собой воевать, потому и ослабли, чем воспользовалась Османская империя со своей современной армией, которая в итоге полностью захватила всю Сербию. Вау! Что это? Ну так сказали же, современная армия! А где такие штуки, как у вас взять? На и-каталоге. Здесь должна была быть реклама, но мне сказали сделать ее через неделю, поэтому вам повезло. Смотрим дальше. Сербия поначалу имела автономию в составе Османской империи, которая распространялась лишь на небольшую территорию, но вскоре и этого не стало. Турки разоряли сербские земли, сельское хозяйство пришло в упадок, а сербы стали переселяться в Венгрию и Хорватию, что сильно расширило их этническую территорию. Христианское население ограничивалось в гражданских правах, потому многие стали принимать ислам. Например, некоторые болгары, македонцы, абасийцы так вообще почти все обращались в ислам, чего сильно не делали сербы. Под Османской империей сербы живут уже 400 лет и терпят все эти издевательства. Султан не желает им предоставлять автономию, а янычары творят диктатуру в белградском пошелыке, потому в 1804 году вспыхивает сербское восстание, поддерживаемое Россией. Восставшие удерживали небольшую территорию на протяжении 9 лет, но потом Россия отвлеклась на Наполеона, потому турки прикончили сербов, но ненадолго, потому что еще через 2 года сербы опять восстали. На этот раз восстание было успешным и Сербия все же получила желанную автономию, а также свой парламент, конституцию и даже правящую династию. Под Османами, но с автономией, сербы прожили еще 50 лет, пока Турция не проиграла очередную русско-турецкую войну, что дало возможность с помощью России освободиться. Теперь сербское княжество независимое. Помимо Сербии свободными стали и Болгария, Греция, Черногория, Румыния, а Босния отошла к Австро-Венгерской империи. Независимость – это хорошо. Сербия стала развиваться, начался быстрый подъем культуры и экономики, а еще Сербия стала королевством. Вроде как все отлично, только есть одно «но». Границы никого не устраивают, так как балканские народы все равно были разделены между независимыми государствами и Османской империей. Поэтому балканские страны объединяются и вместе мочат Турцию, подписывают мир, завершающий Первую Балканскую войну, и получают новые территории. Сербия же в данном случае приобрела Косово и Северную Македонию. Но среди этих союзников оказался импостер – Болгария. Она и так была жирной страной, но захотела быть еще жирнее и потому напала на Сербию, дабы оттяпать себе ее южную часть. Но за сербов заступились и Болгария позорно проиграла. Истощенная войнами Сербия все равно была вынуждена воевать. 28 июня 1914 года в Боснии серб Гаврила Принцип убил наследника австро-венгерского престола эргерциков Фердинанда и его супругу Софию Хатек. Злая Австро-Венгрия отправляет в Сербию ультиматум, состоящий из 10 пунктов. Из них сербское правительство приняло все, кроме одного. Пункта, в котором шлось о совместной с Австро-Венгрией расследовании об убийстве Франца Фердинанда, в итоге Сербия получает войну. Но воевать в одиночку не пришлось. Имперские страны давно имели друг к другу претензии, а этот случай Сербии был отличной причиной для войны, которая решила бы все их вопросы. Потому за сербов заступилась Россия, а за Австро-Венгрию – Германия. Ну а потом пошло-поехал. Поначалу Сербия удерживала австро-венгерские войска, но потом в войну влезла Болгария и ее просто оккупировали. В Первой мировой войне сербское королевство потеряло 17% своего населения. У нее были самые большие потери мирного населения в процентном соотношении. Помимо этого 100 тысяч человек стали инвалидами, а 500 тысяч детей – сиротами. Но после войны Сербия стала частью королевства сербов, хорватов и славянцев. Вскоре просто Югославии – единого государства для всех южных славян, кроме Болгар. Но потом началась Вторая мировая война, а Югославию просто поделили между собой страны оси. Сербия же оказалась под немецкой оккупацией. Нацисты творили ужасные вещи сербами, но не лучше делали хорваты, которым Гитлер создал марионеточное государство, справящий фашистской партией Усташи. Хорватские коллаборационисты хотели подражать своему немецкому союзнику и в геноцидах, потому те устроили геноцид сербов и загубили много жизней. Но знаменитые югославские партизаны освободили свою страну. Конечно, не без помощи союздиков, но все же освободили. Теперь это не королевство, а социалистическая республика Югославия, возглавляет которую коммунист Иосиф Бростита. Просуществовала она полвека, до того момента, пока в конце 20 века коммунистический мир во всем мире не стал рушиться. И в итоге Югославия распалась. Распад этого государства сопровождался войнами. Я, кстати, делал ролик на эту тему, можете посмотреть. Но самая со мной войной была Боснийская, где бушевали боснийские сербы, которые не смирились с независимостью Боснии и Герцеговины. А в итоге, после продолжительной войны, им удалось добиться автономии. От Большой Югославии осталась только союзная республика Югославия, состоявшая из Сербии и Черногории. Вскоре начинается конфликт, преимущественно населенным албанцами Косово, из-за чего НАТО обвиняет Югославию в этнических чистках и начинает бомбить Белград. Ролик о Косово я тоже делал, так что можете посмотреть, если вам это интересно. Короче, в 2006 году в Черногории прошел референдум, где с небольшим отрывом победила независимость. Поэтому союзной республики Югославия больше нет. Есть независимая Сербия. Но через два года аналогичный референдум проходит и в Косово, по результатам которого Косово теперь независимая республика. Так что напишите в комментариях, чье по вашему мнению Косово. Ну на этом я буду заканчивать наш ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мой дискор сервер и обязательно в беседу во ВКонтакте. Я там постоянно общаюсь, всех жду. Также спасибо тем, кто донатит. Ну а с вами был Дуду, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok